Ребята, всем привет! Вы на канале Семья на чемоданах. Меня зовут Славян, вот мой инстаграм, подписывайся, если ты еще этого не делал. Я приглашаю вас в новый выпуск. Сегодня покажу вам парк, который на ютубе и на своем канале я никогда не показывал. Дойдем до пляжа Пархатные сезоны. По пути там, где Екатерининский квартал, покажу, какие там есть местечки. Посмотрим на цены, расскажу про погоду. И все это будет в этом выпуске. Нажимайте на лайк и погнали! Итак, кстати, ребята, для тех, кто собирается приехать в Сочи и провести его с пользой, мы написали свой авторский гайд. 15 мая стартует продажа, поэтому пишите в инстаграм и приобретайте. Цена вопроса всего лишь 490 рублей. Изучите, простроите свои маршруты, изучите все локации, посмотрите, куда можно сходить, что посетить. Все в этой книжечке. Пишите либо мне в инстаграм, либо в насенькие контакты в описании. Итак, мы сейчас с вами находимся на улице Таврической, виднеется, значит, ЖК Фрукты, панорама гор. Посмотрите, шапки снова стали снежные, у нас выпал снег. На пляже Бархатные сезоны покажу больше обширную панораму. Вы просто гляньте, сколько там снега. Здесь возле берега сейчас 12 градусов. У нас буквально два дня назад эти шапки были почти уже лысые, виднелись скалы, а сейчас вон сколько снега. Таврическая улица. Здесь есть такой, назовем это магазинный рынок, магазин подкова. Все для вашего дома. Кипарисовая аллея. Вон там виднеется уже комплекс Бархатные сезоны со своими различными кварталами. Также виднеется отель Бридж, туда мы с вами двинемся, а через дорогу находится орнитологический парк. Мы здесь гуляли очень много раз. Парк классный. И самое главное, ребята, что он бесплатный, представляете, совершенно бесплатный. Вы вот здесь вот заходите и вон там, вон далеко-далеко, выходите также на Таврической улице. Сейчас сезон, коль сезон уже наступил, сделали свозной вход, то есть вы здесь зашли и там вышли. Пойдемте покажу, что есть на территории данного парка. Вот, можно почитать, да, природный орнитологический парк в Эмеритинской низменности. Погнали. Для тех, кто приехал на велосипедах, либо на самокатах, на своих, вот здесь есть специальная парковочка, можете здесь пристегнуть свой велосипед. И сразу сходу здесь очень много высадки. Буквально несколько дней назад вот этих цветочков не было, ну, может быть, недельку-две, да. Сейчас вот так все посадили и выглядит, конечно, очень красиво. Здесь при входе такая площадь, да, большая вывеска, орнитологический парк. Есть охрана, которая, кстати, очень хорошо следит за тем, чтобы дети не выбегали без взрослых. Так, вот коротко о парке. Можете поставить на паузу, ознакомиться, почитать. Вот, да, здесь огромное количество птиц. Сейчас мы, надеюсь, с вами посмотрим, кто здесь обитает, вживую, так сказать. Каждое дерево подписано вот такой табличкой тоже, да, кому интересна тема деревьев, растений. Можете позалипать, вот, походить, ознакомиться. Также обращу внимание, что вот это здание, здесь есть туалет, очень приятный, убранный, нормальный и бесплатный. Дальше мы с вами будем двигаться уже по вот такой вот грунтовой насыпной дорожке, да, то есть дальше на велосипедах, на самокатах ездить не нужно. Здесь есть такое вот информационное табло, да, что там, например, вот купание в озере запрещено, да, не нужно сюда, там рыбалка нельзя, на великах, вот то, что я сразу сказал, да, не нужно. И висят везде таблички, что нужно заходить в масках, но все на самом деле так, это все так посредственно, что хотите оденьте, хотите не оденьте, как бы тут никто никому ничего не говорит. Территория парка большая, чтобы здесь на расслабоне прогуляться, можно, наверное, гулять часа два, поэтому запасайтесь временем, берите перекусик с собой и отправляйтесь в этот парк со своими детьми. Вот тут вот кролики, сейчас поближе туда подойдем, с вами покажу. Ну вот мы с вами подошли к кроликам, вот они прекрасные, замечательные кролики. Вот так вот выглядят кролики в Сочи, ладно, шутка, на самом деле, видимо, погода плохая, да, они все попрятались. Ну вот можно увидеть одного кролика, он в полудреме, здесь у них достаточно такая большая территория, и многие кролики как-то прорываются через нее и бегают прям по всей территории. Вот я нашел еще одного кролика, он тоже спит, вот он, видите, осторожно, звери кусаются. Да, сегодня их очень мало, не знаю, куда они делись, может быть, они туда все в шалаш заскочили, но в обычный теплый день их очень много тут. Во, гляньте, кстати, как нам шапки раскрылись сейчас, вот пока я здесь хожу, облачность подошла, глядите, сколько там снега. Вот говорю, буквально несколько дней назад просто, ну, почти они лысые уже были, а вот опять нежданчик такой на Сочи обрушился. Здесь, значит, очень много троп, можно пойти в ту сторону, вон по тем дорогам, по тем, по тем, видите, их очень-очень большое количество, поэтому сюда нужно ходить с запасным таким временем, чтобы походить и понаслаждаться. Вообще классный, очень-очень классный парень, особенно если вот с детишками придете, либо отсюда вот любят вот таких необычных динозаврических птиц. Я не знаю их название, не буду умничать, загуглите. Это утиная цапля, видите, на одной ноге спит. Шутка, конечно. Здесь вот есть озеро, по которому купаться не нужно. Вот, посмотрите, здесь типа какая-то стая птиц. А здесь у нас лебедь подоспел. Красавец. И, кстати, здесь очень много. Вон еще два плавают. Есть также стенды с растениями, которые здесь растут. Насекомые различные, земноводные всякие. Это вот все здесь обитают, прикиньте. Всякие мыши летучие. Ужас. И есть такой вольер мокрый, с попугаями. Не знаю, что разглядим. Вот, ну вот, видите, их там очень-очень много. Вон даже корелла сидит. Вот она, серо-желтая. Подписывай, будешь идти еще к этому вольеру, в то, что кто-то обитает. Не знаю, кто это. Вот они, видите. Вот они сидят. Есть еще стенды. Можно познакомиться, да, дополнительно. Кто еще здесь обитает? Потому что, конечно, огромное количество всяких птиц обитает тут. Но я, конечно, вот прям всех не видел, но видел огромное здесь количество. Еще здесь высажен вот такой вот бамбуковый лесок. Но, но туда ходить нельзя. Здесь таблички, что по газонам ходить не нужно. Но замечаю, бывает, что люди туда заходят. Как-то раз даже случай был. Вон там вот два бомжа спали, как-то прорвались туда. Но здесь все под видеонаблюдениями. Потом охранники, видимо, увидели. И пришли будить, но они так не хотели уходить. Солнечная погода, тенек. Короче, у них здесь такое логово было классное. Но их все-таки согнали оттуда. Ладно, пойдемте вон до следующего вольера. Так, но этот вольер почему-то закрыт. Он огорожен, видите, здесь натянули так ленточку. Поставили лавочки и закрыли. Вот уже виднеется бридж. Бархатные сезоны. Вот это, по-моему, ближний Екатеринский квартал. А там просто такая тропа с смотровой площадкой. Ну, пойдемте, пойдемте туда сходим. Я вам тоже покажу. Вот мы с вами дошли до второго входа-выхода. Вот его как раз открыли. Он уже находится возле всей такой движухи на Таврической улице. Здесь вот все отели начинаются. Гостевые дома. Отель Русь. А мы с вами пройдем еще чуть по кругу. Я хочу показать вам ту сторону в этом парке, чтобы вы понимали, как там выглядит парк. Вот, ребята, на этой стороне уже нет никаких вольеров. Здесь просто тропинки и шикарные виды. Гляньте, как все смотрится. Особенно, когда погода не облачная, да, у вас. Все хребты краснополянские, они будут как на ладони. Вот это большое озеро. Туда уходят районы. Красотища. Да, здесь вот стоит обязательно погулять. Кто приедет, welcome сюда. Вот виднеются наши дома. ЖК Урожайный, где мы живем. Вот они, бархатные сезоны. Большой комплекс. Отель Bridge. Тут есть вот такой вот мостик, по которому мы идем. Он идет, получается, вдоль озера. Вон там вот мы с вами ходили. Вот тут эти вольеры, да, вон там вот получается вход. А вот тут есть, видите, вот такая вот смотровая площадка, где люди стоят. Она, конечно, невысокая. То же самое, что и отсюда. Просто когда здесь теплая погода, вот этих всяких лебедей, уток, всех вот этих водяных, водных жителей, здесь их, конечно, гораздо больше. И просто залипнуть на вот этой смотровой площадке, это, конечно, еще то удовольствие. Ладно, пойдемте дальше смотреть округу и двигаться в сторону пляжа. Итак, мы с вами начинаем двигаться по улице Фигурной в сторону отеля Bridge Barcahack. Здесь вот этот жилой комплекс зелененький такой и фудкорт от вермишели. Вот она, вермишелька. А здесь такая столовая, выпечка от нее. Здесь начинаются вот эти туристические палатки, магазинчики, сувенирные, лавки, да, по которым можно прогуляться, что-нибудь себе выбрать, подобрать. Эта улица фигурная, но указатель вот пока есть Таврическая 1. А вот фигурная 70 уже указатель. Здесь есть столовая Грация, есть вот такая вот скульптура носорога. Сегодня людей нереально мало, ребята. Обычно тут прям такая движуха. Вот есть кафе Трикитай. Давайте я вам покажу меню немножко, да, чтобы вы сориентировались по ценам. Паузу нажимайте и смотрите. Есть японская, есть всякие холодные закуски, горячие закуски, горячие блюда из мяса, пицца. Ну, слушайте, кстати, это недорогая. 350 рублей Маргарита. В комментариях пишите, как вам цены сезона. Сезон, ну и кофе, да, чай. Вот такие цены. В заведении Трикита. Сейчас мы с вами подходим к такой локации классной. Такая некая площадь возле отеля Бридж. Я не знаю, кому она подойдет. Может быть, это их, может быть, они так заморочились. Но она прям прикольная. Мало кто, они знают, именно только те люди, которые тут отдыхают, то есть постоянно, да, здесь вот прогуливаются по всяким вот этим вот туристическим зонам. Ну и вот она. То есть здесь такая локация, да, для детишек. Есть вот эти всякие высадки и вот такие вот, да, красивые качели. Видите? Ночью здесь вообще все так очень круто подсвечивается. Новенькое, это вот поставили канатные вот эти качельки, вот эти круглые. Их не было совсем недавно. И здесь, видимо, еще что-то установят. Вот закрыли пока стульями. Ну и, конечно, скоро откроется сурф-кафе. И на каждом вот этом вот цветном круге что-то будет обязательно. Ну а сейчас вот это находится в таком. Именно эту локацию хотел вам показать. Приходите сюда, идем вечером. Здесь клево, очень клево. Территория отеля Bridge. А слева это Екатерининский квартал. Баркетные зоны. Так, что-то есть такие кусты на заборе, да, что ничего не видно. Главное, как говорится, вовремя включить и показать. Шикарная детская площадка. Ладно, тут, кстати, есть нормальная детская площадка. Сейчас мы до нее дойдем. Я обязательно ее покажу. Есть, значит, лаваш, ресторан, кафе. Как оно правильно? То есть, вот сюда можно прийти к любому желающему, да, и перекусить. Давайте подойдем. Я вам покажу цены, какие тут. Вот вы для себя посмотрите. Единственный вопрос остается следующим, что здесь туго с парковкой. Вот. Так, ну и вот оно, меню. Вот так я вам сделаю. На паузу ставьте и изучайте. А мы будем двигаться дальше. Вот, значит, да, что касается парковок. Вот что на той стороне нельзя ставить, потому что работает эвакуация. Что на этой стороне нельзя ставить. Вот она желтая полоса. Лучше не рисковать. Сезон начался. Здесь эвакуаторщики работают со скоростью света. Очень быстро. И, как говорится, глазом не успеете моргнуть, как отправитесь в море-молл на парковку забирать свой автомобиль. Вот как раз, что я вам и говорил. Огромнейшая детская площадка. Здесь, ну, действительно, огромная территория развлечений на любой вкус. Слушайте, а вот эти кусты, конечно, для забора вообще классные. Это роза, да? Как она правильно называется? Дикая роза или какая? В комментариях поправьте, если я неправильно говорю. Я не сильно шарю в цветочках. Но, вот видите, даже свежие бутоны. Вот, и так получается вдоль всего забора. Еще запах такой от него стоит. Ха, классно. Слушайте, задумка очень и очень хорошая. Так, а здесь какое-то сиреневое цветочки пошли. Дерево, тоже не знаю, как оно называется. Пишите в комментах, кто в курсе. Думаю, многим будет интересно. Сувенирная лавка. И вот то, что поближе, да, посмотреть. Детская зона. Кстати, вот парковки стоимость. 600 рублей в сутки чуть дешевле, чем на поляне, в горке-городе. Вот, видите, электромобили. Ну, конечно, всякие вот эти веревочные парки, это если я задал услугу, задал плату. Но, в целом, там много чего есть бесплатного. Ну что, мы с вами пришли уже на площадь Дружбы Народов. Тут фонтан Дружбы Народов, туда уходит набережная улица Цемлянская, туда уходит аллея Бархатные сезоны. С одной стороны бридж. Здесь начались вот такие туристические палатки. Множество же, что пооткрывало, пооткрывалось. Видите, у нас как здорово. У нас какой-то ангел летает. Вечером фонтан, кстати, подсвечивается. Здесь такая вечерняя красивая атмосфера. Скульптура дельфинов символизирует о том, что на этом пляже есть всегда дельфины. Действительно так, в хорошую погоду. Всегда можно увидеть стаи дельфинов, а то и не одну. Что-то они только коньяк делают. Вот. Видите, как. Только коньяк. И кто? Пляжи пустые. Я буквально пару дней назад здесь был. Помните, мы здесь даже купались. И я заходил прямо с этого входа. И здесь просто было огромное количество людей. А сейчас вот так вот все пусто. Так, значит, смотрите по ценам на бархатном сезоне. Зон 200 день. Шезлонг 300 день. Матрас. Матрас. Почельки. Ежедневно с 8.27. Слушайте, ну вообще нормальная цена. Здесь ресепшн у них играет музыка. Они сделали бар. Прикольно. Ну, тихо, спокойно. Даже вот спасателей на вышке сегодня нет. Это вот цвет моря. Какой-то не очень радостный. Давайте туда пройдемся, в ту сторону. В начало этого пляжа. Есть вот прям мороженое, продают у нас кимо, да? Прям на пляже. Вот тут такие классные, кстати, сделали такие полуракушки, да? Здесь их можно назвать. Интересная зона. Прикольно, так по ценам я не вижу, сколько это стоит. Тут бар. Играет уже музыка. Послезавтра вроде погода должна у нас наладиться. Будет тепло. Придем купаться. Тыц, 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 тыц. Видите? Там уже это пляж Бридж. Сегодня туда мы с вами не пойдем. Вот они переодевалки, да? Две. Раз, два. И два. Душа. Так, давайте подойдем к морю. Зонты. Вот видите, табличку поставили. Мы видим, что шторм купания запрещено. Такой вот идет обрыв. Смотрите, как волной опять набило берег. Спустимся, посмотрим. Как я говорил вначале, купаться мы сегодня не будем. Вода грязная. Хоть и шторма такового нет. У нас, кстати, сегодня градусов 12-13. Еще так поддувает ветерок. Но благо, что он не ледяной, как частенько это бывает в горах. Я вам показал, выпал снег. Выпало его там очень много, что закрыло просто все шапки. Но на берегу вот такая вот атмосфера. Люди, видимо, сидят все дома. Потому что погода, конечно, так себе. Под теневым навесом. Вот такая атмосфера. Здесь буквально два дня назад. Здесь столько было людей. Все лежачки были расставлены. Сейчас, благодаря погоде, да, все лежачки собраны вот в такие кучи. Пляж, ребята, вообще пустой. Вообще пустой. Я не знаю. Такой пляж был, наверное, только в марте, когда тоже моросил дождик. Ну, это вообще, конечно. Сезон начался, а погода все никак не даст людям отдыхать. Видимо, напротив. Я не знаю, но никак, никак у нас лето не придет. Мне вот даже пишут, что в Ашкирии плюс 25 в инстаграме писали. А у нас вот такая вот погода чудная. 12 градусов, капец. Значит, смотрите, здесь тоже есть душевые, переодевалки. Место купания для детей. Это вот здесь его выставляют. Только единственное, я не понял, нет вот этого ограждения, как на других пляжах. Что такая градка, да, специальная детская. Есть детский клуб, но его еще до конца не установили. Видите, здесь еще продолжаются работы. Что-то еще завезли. Есть детский клуб, значит, мотовой. Еще с Аней и Паней, когда так считается. Значит, смотрите, у них тест-драйв 15 минут в подарок. И первый час 300 рублей. Во всяком случае, есть мелкие, лего. Большой конструктор. Всякие такие развлекушки детские. А здесь будет бар. Здесь ребята устанавливают еще до сих пор. Все в полном таком процессе. Скоро все заработает. И здесь можно будет заскучить. Так вот бар. Что-нибудь себе прикупить. Здесь, да, такая зона получается пляжная. Еще полный ремонт. Вот контейнеры поставили. Прокат, кстати, вот еще в пляжном оборудовании. Все то же самое, что и там. Очень красивые лодки. Посмотрите, они прозрачные. Это такой новый тренд. Пошел прозрачные саборды. И прозрачные такие лодочки. Типа как каяки, да, они похожи на них. Классно. Устанавливают бунделы. Видимо, полное открытие данной части пляжа будет только для 1 июня. В принципе, множество пляжей будет открываться только 1 июня. Но, конечно, многие уже функционируют. И с 1 мая, как я давно говорил в выпусках, что сначала ходил здесь такой слух, а потом все стало реальностью. и все начали быстро-быстро-быстро открываться. Мы с вами уже подошли на самую любимую точку всего этого пляжа. Здесь такая панорамная, интересная локация. И, кстати, тут вот еще открылись детскую комнатку. По ценам не скажу, нет у них никакой вывески. Завезли качельки, но пока их не расставили. Здесь, что это? Опять какая-то тоже сцена. Вот такая члаун-зона есть. Завезли такие ярко-красивые салатные подушечки. По-прежнему здесь, как всегда, очень много рыбаков. Кстати, на днях, когда мы здесь были, купался я тут. Здесь очень много было людей. И между людьми рыбаки. Здесь открывается классная панрана. Абхазские горы, снежные шапки. Снова в снегу. И достаточно существенные там сугробы. Отсюда также видно все Абхазию. Сандрипш, Гагра. Там Пицунда. Видно. И, конечно, рыбаки. Такая вот тут и пятая панорама. Пляж Бах, одни сезоны. Самый конец набережной. Кстати, эта набережная, этот кусок этой набережной, он чем интересен? Тем, что здесь нет вот этого вот большого бетонного заграждения. Когда вы сидите вот на вот этих лавочках, лавочках классненьких, то у вас открывается вид на море. То есть вот в той части, да, набережной, когда вы сидите на этих лавочках, вы смотрите бетон. А здесь вот все очень по-дельному сделано. Как говорится, для людей. Как вам пляж? Как вам цены? Пишите в комментариях. Не забывайте про гайд, который мы специально для вас подготовили, чтобы ваш отдых был замечательный. Чтобы его приобрести, просто напишите в директ, в инстаграм, либо мне, либо Настеньке, ссылочки по данным видеороликам. И приезжайте отдыхать в Сочи. Я с вами прощаюсь. Увидимся уже с вами завтра в новом видеоролике. Гляньте на эти шикарные горы, которые снова присыпаны снегом. Потрясающая красота. Кайф. Кстати, на этом, на этом заборе не заканчиваются наши пляжи. Вот. Видите там, где вот это все белое? Это пляж Криллебалтики. Он труднодоступный, проходит через такую нейтральную территорию, но на него можно добраться на машине. Лайфхак. Он, кстати, всегда малолютный и самый дешевый. Все, всех обнял. Всем пока.